Всем привет! Сегодня поговорим про тендинамику, так как важная задача LCP — это команда, а команда — это у нас живой организм. Да, и если раньше мы просто называли, так сказать, командный экспириенс, да, как команда, просто команда, то сейчас появляется такой термин, как teaming, командность, да, так как, как я уже сказала, команда — это живой организм, и поэтому она сама проживает свои какие-то стадии, у неё тоже есть свои определённые вещи, и поэтому стали вместо команды как существительное говорить командность как такой глагол, да, как процессный глагол. Вот, и да, наверное, вы уже знаете, что у каждой команды есть такие четыре стадии, плюс ещё есть пятая, да, это когда уже умирание. И есть четыре стадии — это forming, storming, norming и performing. Если вы помните, то там, forming — это больше про какое-то независимое поведение людей, да, storming — это когда вот мы уже начали работать, и у нас первые начались рабочие проблемы, мы штормуем. Norming — это когда мы пережили всё это, и теперь у нас есть какая-то общая цель, всё понятно, мы начинаем более-менее друг с другом работать. А перформинг — это когда уже вот мы настолько все сошлись, настолько всё классно, что мы прям в потоке делаем цели, и каждая неделя для нас успешно. И, конечно же, перформанс команды, да, и командная эффективность, она влияет, то есть она меняется в зависимости от той, в какой стадии мы происходим. Если вы видите, то самый сильный такой спад командной эффективности и в перформинге, он происходит в шторминге, да, и со временем наш вклад в нашу работу увеличивается, и, соответственно, командная эффективность, она растёт, когда мы уже переходим на стадию перформинга. И есть две вещи, которые ошибочно люди полагают, что команда проживается только один раз, что условно, да, мы один раз пройдём перформинг, слава богу, всё, теперь мы всегда будем в нём находиться. Нет, как я говорю, это уже живой процесс. Может быть так, что вы прошли шторминг, перешли на норминг, не поддержали там всё правильно и снова вернулись на шторминг. Может быть так, что вы быстренько прожили шторминг, норминг, перформинг, и потом снова перешли на форуминг, потому что к вас там новые мемберы добавились. То есть это такое не что-то прямолинейное, но опять-таки живое, движищее. И второе, что команду динамику нельзя, ну её нельзя повлиять, да, её нельзя ускорить. Можно, и вот поэтому в этом вебинаре мы поговорим про то, про каждую эту стадию немножко более внимательно, и какие инструменты могут помочь на этой стадии. Погнали. Каждая эта стадия, она завязана на трёх вещах. Это цели, это роль и это правила. То есть на каждой стадии, неважно, когда вы её проживаете, неважно, какую стадию вы проживаете, очень важно проговаривать три вещи. Какая цель у нашей команды, какую роль играет каждый из них и по каким правилам мы работаем. Да, мы устанавливаем это в начале срока, но важно каждый раз это апдейтить, да, прям включать это в Матсли Ревью, снова говорить про цели, снова говорить про роль, снова говорить про правила. Потому что люди меняются, мы меняемся, мы начинаем по-другому работать, смотреть на какие-то процессы по-разному. И, соответственно, это нормально, что роли и правила, они адаптируются и они меняются. Вот, поэтому на каждой стадии нужно возвращаться к этим трём вещам. И если говорить про первую стадию, да, там, первая стадия это форуминг, это когда вы только собрались вместе, вы только знакомитесь и все такие прекрасные, хорошие, все друг с другом очень добрые. И здесь больше идёт про то, что многие говорят про кто что умеет, да, про какие-то интересы, про какой-то бэкграунд, то есть все друг друга больше узнают. Устанавливаются какие-то цели на проекты, цели, устанавливаются общие какие-то, да, цели. Есть какие-то там гранд-рулс, да, вот эти какие-то базисные правила. Начинают пониматься такие индивидуальные роли и формируется таймлайн работы. И на этой стадии команда ещё не очень продуктивна, потому что они только начинают узнавать себя друг друга как людей. И на этой стадии важно ответить на три вопроса, да, вот такая, когда вы находитесь на стадии форуминга, чтобы пойти дальше в шторминг, важно проработать три вопроса. Общее видение и общая цель. Второе, почему команда мне нужна. И второе, почему я нужен команде. И на это должен ответить каждый человек, который находится в команде. Если вы уже определили свою цель, да, то вы можете, в принципе, двигаться дальше. Но что важно, вот на стадии форуминга, вообще в целом и B-команда, они такие, такие детишки ещё, да, у них раннее детство. И LCP роль, она здесь такая немножко родительская, такой директор-родитель. И очень такая важная, наверное, задача, важная роль лидера на стадии форуминга – это обеспечить структуру, обеспечить сильное направление, обеспечить поддержку, особенно такое поддерживающее окружение, да, что у любого члена команды есть ощущение безопасности, то, что у меня есть ресурсы как-то расти. То есть по факту здесь прям роль LCP – быть максимально близко к каждому, максимально участвовать в формировании целей человека, формировании его рутины, формировании его фокусов и задач, потому что вы здесь учите людей, как работать и каково это быть теперь вице-президентом. И когда вы определите цель, очень часто бывает такое, что мы думаем, что цель всем понятна, и вроде бы мы все спрашиваем, все clear, все понимают, какая у нас общая цель. Да, но есть очень классное упражнение, иногда вы можете прямо к нему возвращаться, просто даёте бумажечку маленькую каждому члену команды и спрашиваете, нужно написать, какая у нас общая цель команды. Каждый пишет, друг другу показывать нельзя. Да, далее вы раскрываете, если на всех бумажках сошлось и написано одинаково, круто, у вас есть общая цель, вы двигаетесь дальше. Если что-то не сошлось, значит, это нужно снова проговорить с командой, потому что когда ты спрашиваешь у людей, они могут говорить одно, а на самом деле на уме у них другое. Поэтому ваша задача – проверить, что реально у них на уме, и, соответственно, понять, правда ли вы говорите об одном и работаете на одно. И второй важный момент, да, понимать нужно, какая у меня тимроль, да, вообще, почему я есть в этой команде. И не с точки зрения, что я функциональный вице-президент, а с точки зрения я как человек, какую ценность я могу привнести в команду. Мы говорили уже с вами про этот тест, тест, да, тимроли по Белбину, и поэтому здесь вы просто пройдитесь еще раз по нему. Желательно пройти этот тест с командой еще раз в марте, потому что в феврале вы еще более-менее с другим другом познакомитесь, а вот в марте, когда вы его пройдете, вы посмотрите на это под другим углом, и классно будет на Мастлервью в феврале как раз-таки пройти этот тест, и посмотреть, кто какую играет, и посмотреть прям, да, какие характеристики у него есть, какой вклад команду он может сделать, и какие есть слабости у этого человека, чтобы каждый из членов команды был такой aware о том, кто такой, и их сокомандник именно в командной роли, а не просто как отдельный человек. Да, вы можете пролистнуть это по-нашему, по нашей презентации, посмотреть и обсудить это с командой, да, и вы можете прям задать друг другу вопросы, где это за месяц проявлялось, где это заметилось, и может быть даже человек сам для себя откроет какие-то интересные стороны про себя как про члена команды. И важно понимать, что все эти роли, они объединяются в три круга, это мыслители, это те, кто думают о людях, и это люди, которые совершают действия. Да, и вот исходя из этого, вы как раз-таки можете распределить, вот что можно, куда можно, кого сейчас алоцировать, потому что когда делаются синергии, синергия это не обязательно про то, что я помогаю тебе функционально, потому что мы там как маркетинг ОДЖВИ связаны, а условно ОДЖВИ нужна помощь как продумать и спланировать летний пик, а там вице-президент по ОДЖВИ, он больше про людей, да, и поэтому я там условно беру моего ВП ОДЖТ, который про финкинг, и прошу его помочь мне спланировать план. Да, вот это тоже часть синергии, синергия не обязательно должна быть только профессиональной. И что важно понимать, важно соединять людей, ставить их на одну задачу в зависимости от их ролей. То есть, допустим, если есть генератор идей в какой-то команде за одну задачу, у него обязательно должен быть рядом тот, кто реализует. Да, и они вдвоем как раз-таки могут совершать какой-то там, работать над одной задачей. Либо если у вас есть какая-то задача, которая в принципе уже разработана, и ее нужно доработать, вы понимаете, что на эту задачу лучше поставить такого перфекциониста, кто дорабатывает, да, и в пару к нему поставить какого-то исследователя, который видит новые возможности, потому что человек будет просто кидать ему возможности, а другой будет их адаптировать до совершенства. Поэтому здесь знать роли, это еще и про то, чтобы правильно аллоцировать людей на задачи, потому что если вы аллоцируете правильно людей на задачи, с одной стороны, а, задача будет точно выполнена хорошо, даже отлично, а, б, человек сможет проявить свои сильные стороны, и, соответственно, он получит этого наслаждения и получит еще больше рост. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, аллоцировать свои задачи в зависимости от командных ролей. И третий вопрос на стадии форминга — это, конечно, почему я нужен команде, да, почему вообще я должен здесь находиться и что я хочу здесь получить. И чаще всего это всё сводится к тому, что я хочу, чтобы... Я хочу чувствовать свою ценность, да, мне вот важно быть каким-то ценным, чтобы ту работу, которую я делаю, признавали. А с другой стороны, это история про то, что я хочу чувствовать своё развитие, да. То есть развитие ценности — это часть всего, зачем люди приходят в команду. Развитие и ценность, цена себя. Здесь я могу вам посоветовать три вещи. Я прикреплю ссылочки на тесты, и это тесты, которыми вы можете пройти вместе с командой и разобрать. Как человек может в первую очередь себя чувствовать ценным? Это когда он чувствует, что с ним разговаривают на одном языке. Поэтому очень важно понимать, какой стиль коммуникации у человека. Поэтому я предлагаю вам пройти тест на коммуникацию, да, каждый человек, чтобы её прошёл, и, исходя из этого, вы уже смогли обсудить это и узнать, как с человеком лучше всего общаться. Потому что, условно, если я большой ценитель того, чтобы ко мне всегда там писали привет и сделали какой-то introduction, а человек напротив меня, который со мной синергии, он больше прямолинейный, ему не нужна никакая вода, то то, как он мне пишет, для меня это оскорбительно. Да, но если бы мы это проговорили, то, возможно, у нас бы не было таких тёрок. Я бы чувствовала, что этот человек, да, меня ценит. Даже через такой простой момент, как переписка. И когда вы это разберёте, вы далее можете посмотреть и прочитать, да, что, например, там, человек, который аналитик, как важно с ним коммуницировать, например, он любит избегать слишком много каких-то таких small talks, да, и ему, в принципе, такое надо быть заранее готовым, хорошо приготовленным, на все встречи приходить с какими-то уже вопросами заранее, с какой-то датой, и, соответственно, просто без всяких вот этих вот лишних small talks переходим к делу, да, и давай как бы лучше поставим больше времени на то, чтобы подумать, потому что мне, как человеку, который аналайзер, да, мне нужно временно подумать, то есть я не могу выдавать решение сразу. И, соответственно, так можно прочитать по каждому, да, там, например, человек, который такой intuitive communication, для него там, наоборот, ну, там, важно быть каким-то быстрым, важно короткие встречи, важно тоже быть к ним суперподготовленным, да, важно быть таким, знаете, выделять главные моменты, избегать слишком много маленьких деталей, ну, и, соответственно, там, про следующего человека, про personal, да, которые для него, например, супер важны, там, вот эти small talks, empathy и всё такое, и важно, чтобы каждый из членов команды знал стиль коммуникации каждого, чтобы мог эффективно с ним общаться. И в чём ещё может проявляться ценность, да, это, конечно же, в пяти языках любви, я думаю, что вы уже про это знаете, про это слышали, если нет, пожалуйста, пройдите этот тест с командой, поделитесь, какой у вас язык любви, здесь есть две стороны, как я проявляю свою любовь, и когда я чувствую, что ко мне проявляют любовь. Если помните, есть всего пять языков любви, да, это слова, это физические прикосновения, это подарки, это качественное время и действия. И здесь вы можете как раз-таки на слайде тоже прочитать, как это считывается, как действовать по отношению к человеку, у которого данный язык любви, и каких вещей точно нужно избегать. Это точно может вам помочь в момент, когда у вас происходит appreciation. То есть если я человек, у которого там quality time, да, и со мной мой лидер там редко общается, редко встречается, но он мне говорит какие-то слова, хотя там язык любви мой вообще не слова, а для человека, там, для моего лидера кажется, что там, когда он говорит слова, так он проявляет свою любовь. Класс, но мы тогда говорим о разном, я не чувствую себя ценным, я не чувствую себя обзначимым. Поэтому здесь, пожалуйста, салаймитесь, тоже пройдите тест, если вы его не проходили. Ну и как чувствовать свое развитие, да, я хочу уже здесь за развитием. Так как вы уже провели первые встречи, вы установили цели, скорее всего, вы работаете с человеком на его цели. Если вы адаптируете задачи согласно его роли, он тоже чувствует свое развитие. Но что еще здесь важно? Важно понимать, как в зависимости от человека, какой стиль менеджмента применять. Да, вообще как работать с человеком. Здесь есть очень простая система. Тоже вам ее рекомендую, ну, рекомендую ее использовать, в принципе, повсеместно. Рисуется оси. На одной оси есть вовлеченность, на другом знание. И по факту есть четыре квадрата. Да, квадрат первый — это то, что я не хочу и я не могу. Условно, там, может быть такое быть, что вы взяли человека, которого, там, на позицию, но которую он не хотел. С ним работает такой инструктивный стиль, да, что нужно делать вот это, вот это, вот это. Ну, то есть, допустим, ему правда важно быть в команде, но не хочет это делать, вот эту задачу, ну, как бы и не может ее делать. Поэтому вы здесь как лидер можете ему сказать, делай раз, два, три. Есть второй — это то, что я не хочу, но я могу. То есть, у меня есть все знания вообще изи сделать, но я прям не хочу. Что вы здесь можете? Здесь должен быть такой поддерживающий стиль, да, и можно сказать, слушай, тебе нужно сделать вот это, вот это, вот это. Если тебе нужна какая-то помощь, ты можешь обратиться ко мне, либо к вот этим, вот этим людям. Да, то есть, по факту у человека появляется какая-то мотивация тем, что он пообщается с другими людьми, получит куда-то информацию, ну, и он чувствует, что у него какая-то есть поддержка, если что, с этой задачей, и он может какие-то вещи, которые он прям супер не хочет разделить с кем-то. Есть третий квадратик. Это стиль про то, что я хочу, но я не могу. Да, вот у меня есть суперклассное желание, прям уровень вовлечения супервысокий, но вот я вообще не могу. Ну, у меня там нет ни знаний, ничего, я не понимаю. Мы говорим ему, тебе нужно сделать вот это, вот это, да, потому что я уверен, что ты, у тебя есть вот эти навыки, у тебя есть вот эти знания, у тебя, там, ты супер быстро учишься, ты можешь найти информацию, ты можешь загуглить, то есть мы подчеркиваем, почему именно мы сейчас доверяем эту задачу этому человеку. И четвертый стиль, это я хочу, я могу. Здесь нужно просто делегирование, давай, там, будешь делать, ты делаешь то, на что мы согласились, но как ты решаешь сам, да, то есть мы с ним определяем, что мы хотим, цель, мы определяем, как мы поймем, что цель выполнена, и, соответственно, далее человек уже сам выбирает, как это делать, то есть ему дается свобода. Да, вот эти упражнения важно поделать на раннем этапе, и понять, да, какие-то вот эти уже вещи, потому что чаще всего, как раз-таки, возникают какие-то недопонимания, и возникают какие-то сложности, потому что с человеком не так общаются, не так ему задачи делегируют, и, ну, от этого становится просто морально и психологически некомфортно. Если вы это заранее проработаете, вам просто плюс вашу работу. Ну и да, скорее всего, тогда вы быстрее перейдете на стадию шторминг. Конечно же, шторминг – это самая прекрасная стадия, да, потому что она возникает на фоне того, что вы начинаете не сходиться по командной работе, по профессиональной работе, да, то есть там, условно, человек фидбэк дает так, а я люблю давать вот так, или я люблю задачу делать долго, а человек любит задачу делать быстро, или что, не знаю, мы конфликтуем, и я не знаю, как люди по-разному ведут себя в конфликтах. Да, и вот здесь это как бы важно к всем предыдущим трем вещам добавить еще две вещи. Как мы принимаем решения, и кто я такой в конфликтах. Да, вот эти два вопроса, два важных вещи, которые важно заранее проработать, чтобы стадию шторминга пройти более мягко. На стадии шторминга вы выступаете таким коучем, потому что на стадии шторминга ваши и две команды — это подростки, да, такие немножко иногда непослушные, немножко проявляющие свою натуру, да, вы выступаете здесь как коучем. И по факту ваша задача здесь — это, так скажем, поддержать своих мемберов, да, подумать о том, насколько может быть разное мнение, насколько может быть разный подход к работе, и это нормально. То есть не будут все мыслить и думать, как ты, и постараться, чтобы человек увидел ценность, мнение другого человека и понял, почему другой человек думает именно так и поступает именно так. И все это можно делать через дискуссии, через какие-то общения, да, через просто шеринги, потому что на стадии шторминга людям просто важно понять себя и важно понять вайбхайд любых решений и действий, которые делает каждый человек. И второй момент, да, как бы здесь важен, правда, процесс decision-making. Почему это важно? Как команда нам приходится очень много принимать решений. И в зависимости от темы решений есть разные способы, как мы подходим, да, как мы вообще принимаем решения в команде. И что важно, существует там семь способов принимать решения, да, там, решение принято на авторитете, когда одни мы в цепи. Решение принято большинством, да, когда мы голосуем, и кто, как бы, 4 против 2, понятно, выигрывает 4. Не знаю, решение по рэнкингу, да, то есть мы такие, окей, вот у нас есть 3 решения, если первый не сработает, мы точно переходим ко второму и больше это не обсуждаем. Есть, там, не знаю, решение по согласованию, да, то есть неважно что, но мы должны найти решение, которое будет удовлетворять всех. Либо какое-то решение, там, условно, мы просто учитываем стороны и тех, и других, объединяем это, и то есть мы не находим какое-то там среднее решение, да, но мы объединяем 2 идеи. Что здесь важно? На каждом манский ревью проговаривать, какие решения нас ждут в этом месяце, какие решения кто вовлекается. И, например, очень часто я, как MCP, на one-to-one спрашиваю, какие у тебя стоят задачи и фокусы на следующий месяц, и где тебе нужна я, да, вот где я точно нужна, какие решения точно будут приниматься вместе со мной. И мы это обговариваем. И я сразу знаю, что, как бы, если я сюда внедрюсь, то это потому, что меня попросил этот человек внедриться. Вот, поэтому, да, обговаривайте каждый манский ревью, какие решения точно принимаются вместе с командой, и какие решения принимаются только LCB. Вторая важная вещь – это о том, как менеджерить конфликты в команде. Дело в том, что шторминг, он точно неизбежен, но можно к нему и приготовиться. Как же? Это про то, что каждый человек ведет себя по-разному в конфликтах. Здесь я тоже вам прикрепляю тест, и будет классно, если вы пройдете этот тест с командой, чтобы понять, как каждый человек ведет себя в конфликтной ситуации. И, условно скажем, есть пять стилей, как можно вести себя в конфликте. Да, и по факту, когда вы заметите все эти стили, вы можете понять, когда человек находится в конфликтной ситуации. То есть, например, иногда я могу избегать какого-то разговора, но это не значит, что я в конфликте с человеком, потому что мой конфликтный стиль – это то, что я сажусь и разговариваю с человеком. Да, и вот это мой конфликт, я то есть не избегаю их. А люди могут подумать, что я избегаю и что я в каком-то конфликте, хотя там мне просто тема была неинтересна, и я решила это не обсуждать и просто аллоцировала другого человека решить этот вопрос. Вот, поэтому здесь очень важно знать, да, еще раз, как человек реагирует в конфликтах и что с ним можно сделать, если он сейчас находится в какой-то сложной конфликтной ситуации. Поэтому снова пройдите этот тест с командой, обсудите, и вы поймете, как общаться с каждым из ваших членов команды. И если вы все удачно переживаете, то у вас происходит стадия норминга, да, норминг – это когда, в принципе, вы определили новые правила, вы, в принципе, понимаете, как общаться с друг другом, как работать с друг другом, у вас настроены синергии, рабочие встречи, а в целом вы там помогаете друг другу. И чтобы успешно пережить стадию норминга, добавляются еще две вещи. Первая – это фидбэк-культура, пятая – это какая-то постоянная, да, помощь, постоянная помощь, взаимопомощь в достижении цели. То есть, словно, цель отживи становится тебе, не просто цель отживи, это цель моей команды, и если я вижу, что я где-то могу привести для них вебинар, я проведу. И четвертое, ну, а по фидбэку, да, это про то, что на фидбэк дается постоянно, и нам не обязательно делать какой-то спейс для того, чтобы давать фидбэк, а условно я могу каждый там IBM включить часть на фидбэк, и мы постоянно друг другу даем как позитивный, так и фидбэк на улучшение. Да, и вот когда вы переходите на стадию норминга, вам как лидеру важно обратить свое внимание на фидбэке и на взаимопомощь в достижении целей. Но здесь ваша роль, конечно же, становится таким коллаборатором, потому что по факту ваши команды становятся такие молодые и взрослые, и ваша роль здесь, да, это больше про то, что задавать вопросы команде про цели, напоминать им про цели, напоминать им про смысл вашей деятельности, напоминать про видение, выдвигать какие-то задачи, где вы можете объединиться, как несколько людей, да, и выполнять эту задачу. То есть по факту вы как лидер такой уже начинаете смотреть не на каждого по личности, на личности, на каждого как отдельную личность, а на всех как на команду. Да, и ваша тут задача придумывать вещи, создавать вещи, создавать пространство, где люди могут работать в тройках, в четверках, но проявлять себя как раз-таки как команда. И, конечно же, если вы удачно переходите стадию норминга, то вы переходите на стадию перформинга. В перформинге, конечно, просто все прекрасно, конфликты быстро решаются, ну, здесь конфликты тоже, конечно же, есть. Но что классно, у вас все хорошо работает, каждый понимает, для чего он здесь, каждый работает на полную мощность, все on the same page, и всех драйвит какая-то финальная цель. И что в этой стадии вы можете делать? В принципе, как поступают чаще всего люди, лидеры, они такие, все, мы перформим, классно, пусть все остаются. Но в этот момент лидер должен думать про два вопроса. Какие новые челленджи мы можем взять, пока мы на стадии перформинга? И второе, что большее, чему больше мы можем научиться? То есть этот период, когда все на энергии, и, значит, можно какие-то новые разговоры поднимать, новые челленджи, новые темы для изучения, вот это прям идеальный период для этого. Потому что по факту на стадии перформинга роль лидера становится таким визионерским, визионерским, да, он начинает говорить очень много про эффективность, про будущее, про то, что можно улучшить, про то, какая следующая стадия может быть у каждого, там, у ЛК, у департамента, у команды. Потому что в этот момент, как бы, команды уже становятся взрослыми, и их не нужно тречить по каждому моменту. Соответственно, вы можете задаться такими более дальновидными вещами, да, и отслеживать как раз-таки перформанс, отслеживать, чтобы вовремя поступала обратная связь, и фокусировать людей на какие-то более такие новые методы, новые цели, новые челленджи. И, да, еще раз напомню, что после каждой, на каждой стадии, когда вы ее проживаете, важно проговаривать эти три вещи, цель, правило и роль. Если вы видели, то, да, добавлялись какие-то новые вещи с каждой стадии, но три вопроса всегда оставались. Это какое наше видение, какая наша цель, какая у меня роль, что я хочу от команды, и по каким правилам мы работаем, да, какие у нас есть ожидания друг от друга. Поэтому не забывайте возвращаться каждой манкл-ревью к этим вопросам. И хочется напомнить, что командность, да, это общая работа. Это точно не работа лидера, это работа каждого. И в конечном итоге ваша цель, это не просто работать с командой, а ваша цель сделать так, чтобы команда быстрее переходила стадии, быстрее становилась на стадии перформинга, чтобы сделать тот вклад, за которым вы пришли, да, чтобы максимально реализовывать свое видение. Очень часто такое, к сожалению, бывает, что люди фокусируются чисто на командах, лидеры фокусируются чисто на то, чтобы построить команду, и забывают, что эта команда, она ключик, она инструмент для того, чтобы достигнуть что-то большее и выполнить свою миссию. И второй момент, который хочется здесь сказать, что если вы не идете через какие-то стадии, не переходите, не создаете искусственно среду для того, чтобы переходить на эти стадии, то тогда вопрос, что же происходит с вашими мемберами. Потому что, еще раз, развитие вашего совета равно развитие мемберов, поделенное на два. Если у вас скорость перехода маленькая, то скорость перехода в мемберских командах, она еще ниже. И потом помните, что ваши мемберы это одни из ваших главных стейкхолдеров, и старайтесь переходить быстрее сами по стадиям, старайтесь помогать друг другу переходить на эти стадии, чтобы ваши мемберы тоже могли проживать классный командный опыт.